а я . ладно почему нахуй велика власть крови здесь в любом счету я вот вот хили танкадру и ашки не уверен то что они вас то возьмут вообще я спекнусь и что будет и что ты будешь вместо кого или ну танкадру надеты по крайней мере нормально танкадру появилась чешка если я не ошибаюсь и в принципе он должен мне кажется миша маном а что ему нужно ну вот смотри вот я за иду на дк по крайней мере трое бомжей будем давать на 4 фазе 3 бомжа у меня кажется должно прохилиться все на первую фазу и вайданном дом ну да это у нас сегодня надо не тянуть нас привет рыба ешьте чё все на пароль поле роли лись уже это еще нет кстати я я на поле роли они просто берут и убивают профессию его вот этот сердолик спорит поли роли он сколько 40 2 до 1 до 1 а она так не прохит на кастерах было она и так не на кастерах не прохит на ювелирный камень дают 50 и что там разница вообще и профессия ювелирный камень мне кажется вы беспокоитесь не о том но на контроле босса надо бить да и все а кстати эти поли роли они персональные линии линии и не долю будет поставь меточки для контроля еще раз тебя есть ассист ой не похож я готов локт и квадрат демона кто у нас там фир кидают также саму масса ты будешь кидать это ромбик а все вроде готовы давай еще раз чек на готовность если все подтвердят счет дает счет веру давайте да кто сейчас меня босса человеком золу джонам бьете уже она чем на каком стопы забрал Ой, Турбо, чё у тебя? Ледяная стрела какая-нибудь. Я это всё должен прохитить. Я про твоё агро. Ну, почти, почти. А сальвы там может полетал, не? Ну... 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 Ну, просто, 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 просто. Ну, всё. 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 Всё, всё. Опять, сможет, забрал биом. сейчас гораздо больше потому что я старт ползаю по кд постоянно и бью спокойно даю а Реконтроль дате. Копалось сильнее хильте. Сука. С фала забрал, смотрите, лужа будет. Когда лужа, сразу отходите. Турбо, если будут крылья, забирай с него крылья. Я смотрю, чуть не падает, вступал. С шамана взялся, смотрите, этот тэнк. Все нормально, у него просто манны сел. Залил. Мусор, дай тоже кому-то ему. Сейчас буду отдавать под следующий каст этот, блядь. Через следующий каст этот самый Ашки. Дашь на себя божественную защиту. Чтоб тебя не сдох. Если съели счет, то конец. Отдаю. Ну пиздец, сильнее. Еще будет каст. Солка звездопада, отходите, если будет. Блядь, сейчас все свои сейвы прожимай. Звездопада, отходите. Контроль. Все, просто сильнее босса. Сейчас стрелы захильите и все. Вот тебе и весь контроль. Ну че, я на дека тогда захожу. Пойду нормальную босса сделаю. Так, давайте как-то, я не знаю, будем, чтобы был танк от Дру. Ему надо закрывать. Я могу уйти. Мне пофигу. То, что ты уйдешь. Есть кому вихри водить. Че? То, что ты уйдешь, не значит, что мы убьем. Не, я в общем говорю, что я пошел-то так. Помочь, закрыть и так далее. Мне как бы все равно. Надо исходить из того, что нужен ДПС. Че, это говно не надо никому? Блядь, я еще магом забыл усилки перекинуть. Мы ж вот одного танка идем вроде, да? Так, че это на кого это? Тебе портал поставить? Или че? Да не, я портаюсь. Поставьте этот шкаф самонете меня. Я в Долоран прыгну. Че, кому дать? Я вообще не знаю, нахуй она кому-то нужна. Это бесполезный кусок гавны. На арене не работает. Он все равно не работает, да? Если брать, то только на арену. Неск, но... Порс, ПВП только. Никто не знаю, есть получше вариант. Я не знаю, перед ЛК с ней стоять. Альянс пиздит. Или давай, смотри, вроде я... Он не работает на БГ. Нет, без разницы, короче. Че скажешь, то и будет. Ну, ДК-шки... 25 герц ставить. Ну, это такое. Еще раз повтори, пожалуйста. ДК-шки, потому что милик тут получше будет. ДК-шки, я не знаю, короче. Все круто, молодцы. Но давайте думайте. Захилят Ашки с Рошамой или Эрджу с Рошамой или Эрджу с Рошамой? Я не знаю, как он будет хилить с Холли Павлом. Танкодрут и тут. Ну, Холли Павл будет, по крайней мере, первую фазу вообще легко поднимать. Должен. Вот сейчас увидим, если будет говно какое-то, то придется опять брать ДД, спекать Моссу в хила и дрочить себе тут. Если мы в течение ближайшего часа не убьем, просто будем в другой день добивать. Не знаю, когда. Я, конечно, не знаю, что там за ХПС, ну, углотилит или нет, но ХПС как бы вот так вот на этом боссе. Я не вижу Танкодру, чтобы в Дискорде сидеть. Он сидит. А, нет, вот он. Пей ни хунькера, блядь. Да, это Танкодру. Значит, вместо Эршама. Теперь нам нужен Шаман. Смотри. Ну вот, и думаю. Моссу на Шамана туда кидать, я не знаю. Значит, так, наверное, бить будем. Да, если даст, то отлично. Значит, без того Друида, значит, бить будем. Я другого варианта не вижу. У кого не убить Зулжин плюс в рейт? Ашки, кто еще? Ну, надо... Получается, только у Ашкина, у Пирагога еще. Ну, блин, как-то парень уже второе КД или третье пропускает Танкодру. Ну, блядь, ну, извини меня. Он, блядь, должен сидеть был и ждать. Ему же не отказать. Он сидит онлайн, но почему-то не принимает приглашения. Но без Эршама тут не вариант, вы все понимаете. Значит, бьем два Челла. Да, здесь огромная проблема в том, что у Филов нет нормальных обспеков. У Танкодру танк. Тут танк. Брать его первый раз сюда танком, это тупо. У Филов нет этих... Филов нет обспеков, а Шаману уходить нельзя. Паладину тоже, по сути, бро, чтобы пахнуть его не помешать. Трэш сольем. Что, ты на трэш кто-то спекнется? Или мне одного их... Не-не-не, сам он тут не шотает. Сам больше. Я вот так ставлю. Нет, что все в этом нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Знаете, что я думаю? Как вариант, смотрите. Берем Танкодру. Берем из хилов Ашки. Я могу пойти... То есть Шамана мы отпустим. Я пойду на своего Энха переделаю спек, чтобы по мане не садиться так сильно. И я думаю, как мы в прошлый раз удевали, у Бокурса было 7800 ДПС. Я думаю, что своим Шаманам столько живет. Ну, а я тоже думаю, что ДПС он 8000. Знаешь, проблема в чем? В том, что Танкодру отошел, ушел, пришел, отошел, пришел, отошел. Вот так вот. Он говорил тогда, я вспомнил, он говорит, мне надо типа отойти. Он подходил, когда мы малокрасываем люди. Я просто реально вижу только такой вариант. Или просто искать какого-нибудь Шамана ДД. Попросить этого Шейпера, чтобы он элемом своим. Ну, вот Шейпер пойдет элемом вместо этого Шамана. А кто пойдет вместо какого-то ДД? Ну, я или Чулан можем уступить место этому друиду второму. Или я. Я тоже могу. Блядь, ну ты не можешь уступить. Ну, это сколько уже говорили, что тебе нельзя уходить. Я вообще могу всем уступить место. Мне похую. Мне здесь ничего не надо. Только я чидят. А ты нагрел его? Я в шестое АКД здесь сижу, помогаю всем сюда. Ты нагрел его? Да уже нагрел, оно уже мокрое, блядь. Потому что у меня уже... Шестое АКД сижу, всем прихожу, все помогать, закрывать. И почему-то каждое АКД постоянно новые лица. И постоянно новые помощники. А те, которые закрыли, сразу текают. Короче, мы так бить будем. Я думаю. Так, его нету. Я думаю, наверное, так она... Ну, если придет, то может что придумать. Танка Дру тут нет. Шаман, ну ты только что сам хотел уйти. Что ты говоришь? Ты не текаешь. То есть тут всем предлагаю, чтобы хилил Эрдру и х... Нужен. Выпей. Ну что, все готовы? Что там будем делать? Ставь метки там. Ну давай так попробуем, не вобьем будем. Помните фазы, что когда там. Кто будет водить вихрь, я? Что там? Прием. Сопро, даем мекстурки обмен. На тебе поедешь. Давайте сейчас их не пить. Пока их не пить, давайте посмотрим, дойдем ли мы хотя бы до 4 фаунда. Мы с ним пьем. Смотрим. Есть. Нонсица прота, да и все. Челан, из твоей террошишки сопрот. Ну осталось всего 3 сопрота. Смотрите, кому сопрот еще нужен. У меня 2-х часовой. Ну тогда чек на пул. Смотрим, что такое есть там, уже кого. Все готовы, что пулять? Подожди, я логаут сделаю. Ашкинику. Расскажите для начала Ашки. Он спрашивает вам, как в быка, что куда поставили. Смотри Ашки, первая фаза идет, Зулджин спускается вниз, танк его агрит, все моментально бьют. Зулджин будет кидать дротик в рандомного человека. То есть ты, если выбираешь запомнить цель Зулджина, он будет менять цель. И ты смотришь на кого этот дротик полетит. Прохил его надо моментально, на фул. Вторая фаза, все под босса становятся, это будет диспелиться. Стан диспелиться от царем обезьян. Когда доводим босса до 62%, все отходят сюда в угол, в кресте, хилы, ДД, РДД. Будут на третьей фазе вихри у босса. То есть он превращается в птицу, дает 4 вихря. На это... Ну что там, Брюка, на Зулджин? Кто это перебил? Танк, а друг. Подожди. Смотри, на этой третьей фазе тебя будет, каждый твой каст бить от 5 до 7 тысяч. То есть ты нон-стоп не должен хилить кого-то. Раз хильнул кого-то, второй раз себя хилишь. Такого плана. Два раза там кого-то, раз себя. То есть тебе будет каждый каст твой летать вот эти вот 5-7 тысяч. Четвертая фаза, мы становимся все под босса, это будет кошак. И так же самое там надо будет просто от тебя захиливать божественно рейд. На четвертой фазе будет дракон, как мы били Джаналая, который бомбочки кидает. Соответственно, у него перед лицом не стоять, и он будет в рандомного человека кидать огненный столб. Этот огненный столб бьет по 20 плюс тысяч. То есть с него тебе будет надо моментально уходить. Когда босс меняет цель, получается, ну там на одну секунду где-то меняет цель, это получается на того человека будет лететь столб. Надо моментально просто уходить с этого столба. Там, по-моему, АОЕ у столба или 6 или 8. Ну, в принципе, я не знаю дальше тут. Все остальное легко. Ветерки мы и ведем в углу. Да, на третьей фазе, да, все в углу становятся. На танка Войда все перейдут. Там скомандуют, когда надо будет во фрейм босса в середину забежаться. Теперь Войд, смотри, давай, появился танк АДРУ, давай попробуем МОСу на Элема. А ДРУЛЬ с... ты понял. Перебиваться в стамину всю, да? Все, Войд. Тут еще 700 стамины, одна ф... Войд, ты как за это смотри? Только вещи это все делайте, ставьте шкаф, портанулся. Да, давай. Сумманулся, бля, Экшаман. Спасибо. Портизь тогда, пожалуйста. Если что, будь в игре, может быть, тебя поменяем на кого-то. Ну, обратно тебя, точнее, возьмем. Дискон? Да, Папа, Папа, портанулся. О, мы Дискон. Ну, хорошо, что бить не начали. Че говоришь? Заходи, Дискон. Зайти? Так, хилы, делайте Зулджина выбрать целью. Если он меняет цель, моментально того человека будете прохиливать. Просто все бросайте и хиляйте того человека. Мне кажется, ты уже это... Ну, ничего не получается. По-моему, они срались. Да, они первые троя, они просто еще не успеют. Если у вас, кстати, там в хиллботе или в вуду настроено, что фреймы, ну, как... Обновляются раз в секунду, надо поставить шопа раз в ноль одну миллисекунду обновлялась. Где это в хиллботе поставить? Блин, я, честно, нет, никогда не пользовался. У меня стандартных настройках на хиллботе просто... Это типа проверка досягаемости? Нет, там прямо частота обновления, прям так и называется. Прямо так и написано, да, частота обновления. Прочти во всех аддонах так написано. Если просто одна секунда, то... Все, нашел, хорошо. И меня это в хиллботе в панели. Угу. Просто если это одна секунда, одна секунда, ну, как, допустим, тик этот был прям после каста сразу и не обновился, вот считай, теряйте две секунды для того, чтобы... Одна секунда, чтобы понять, вторая секунда, чтобы отобразилась, и третья секунда каста, то он там две секунды длится, и человеку, если вы за четыре секунды захилите, то смерть, скорее всего. Баффы кидаем, рыбу кушаем, давайте. Говорю, можешь кто-нибудь починку поставить? После рыбы кто-то мамонта поставьте. Угу, спасибо. Сейчас, вроде, я докушаю, и бафну заодно. Все, да? От меня тоже есть. Да-да-да, все, спасибо-пасибо. Турбо на поло нету, смотри. Да-да, я понял уже, спиро-босс. Да, может дадим ему время на агро, это может быть. Найф скиппинг-паук. Я не знаю, как ты, это не знаю, как ты, что надеваешь. Да-да-да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Продолжение следует... 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 когда превратится босс в босс избегитесь чтобы он не прыгал как пидор по комнате давай забирай 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 доманы дайте жалко другу давай ты бомжи тебе давал кодоресу мало а там подруга нету значит резать 30 секунд пей пей банку уже выпил дам бомжей щас турбо упал но у нас нет бэров давайте бьем подачу кого а да даю дам жид А ты Турбо сдох, он тебя убил, да? Угу, но у меня этот забагался, КТМ, просто инвизаж же не видно потом угрозы. Скоро фаза. Теперь фаза, готовься. Хорошо, убирайте перед лицом, не стойте, Геру, давай. Сопроты пропили. Я поведу туда, где ты стоишь, чёрный ШП. Так что съедись. Я отойду. Вон где хил и хил, а куда отойди. Вип-вип. Чучело. Синее бейте, у вас хватает DPS. 50 секунд. Воджа. 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 этот милик я что-то за того шамана до сих пор башки ты мне если чего это говорил меня после инвиза не показывает мою угрозу даже фрейм не меняется сейчас со следующего трайду мы убьем ты просто сам смотри там потому что после этого там угроза там просто угрозы в олмане и в ктм показывать 0 у всех просто немножко притормози все равно у нас дпс а хоть жопу живете просто притормози посмотри когда визуально и кошки покидаю там потому что нет ударов смерти на стакать когда из время бегать еще раз что у меня с обороты все закончились я на друида забрал и перезашел еще один минус огромный я заметил короче на фазе этого дятла который летает энхэм вообще дамажить невозможно просто стоишь и автоатакой бьешь ну я анахоликом у меня лик смерти на третьем по дпс и вообще должен быть я ликом смерти вообще не бью так же сама я просто привык что к тому чали к смерти на третьем кста уже говорю я им вот на третье в фазе я им не бью вообще по поводу начала фазы ветерков потому что когда все забегают в угол и параллельно все фото из омоложения и ты пока в тебя идут эти вихри ты ничего не кости потому что ты умрешь вот они раз должны удариться и только как только 1 на и отходят ты тогда уже начинаешь всех поток на вихрях у вас кто сдох напомните биби кто еще но и танкодру и танкодру получается сел по мане и было туго по хилу форма медведя раз вытаскивали на панель дубовая кожа 2 вытаскиваем дубовую кожу я прожимал форму медведя форме медведя есть неистовое восстановление вихре наносит урон появляется ярость нажимаешь неистовое восстановление хоть какой-то отхил это все подход к нам должен быть царь кинь на него но не знаю до того когда вихри прилетят вас обновления и и прыгни обратно формули в точку там может быть он не сдохнет а виби виби надо захотать еще лучше то есть может кинуть обновление чулан дополнительно может царь кинуть обновление дополнительно и щиток кинуть и тогда может быть другие дуба сдох играйте в команде и тогда никто не будет дох друид по пойти давайте давайте пойдем блин танка другой конечно ничего не хочу но мне кажется нужно срочно так пришел я набирал я знаю давайте все готовы ну чё вы турбо не хилю тупо стоит человек с двадцатью пятью процентами умираем давайте стопать и хил умираем вставайте в нос и падайте танкодру ты тут да ты можешь хилить только просел турбо можешь да могу могу можешь нажать покрытие стоп природы и потом сразу после покрытие ства нажать на него быстрое восстановление есть есть такие задумано давать короче тебя все окей не всегда улипал что танки лет хулипал улипал ты можешь кинуть в него шок и без сразу и потом начать кастовать свет небес или что-то вот развернись спиной там или стойку поменять мне не что-то у меня а я же дохожу у меня кстати плохая новость у меня реги на бафы закончили значит поставьте мамонта и купишь реги сколько кд у шока у паладинского 6 7 не помню 6 пусть он его тупо садит шок на дротиках и все вообще его не используют больше друид со своим 15 секунд на мкд на быстрое восстановление каждый кортик прохиливать не может он может только каждый второй а этим не помогал команда который кидал быстрее на на кортик и успевал за секунду захиливать там в любом случае без быстрого кидаются сразу покровительства спам идет два-три покровительства с шоком это захил идет покровительство дает время чтобы захилить цвет небес когда у этого друида никогда через раз с быстрым восстановлением вообще со стопроцентной вероятностью должен захиливать давайте 23 если не убиваем вот поведешь его к рыбу кушайте где художник я делал и я тоже давай это был саппорт тебе сказала послуждаст обмену кинешь турбоутер а к д кто а у тебя панель да все работа посмотри осторожно усиление луника все готовы а Продолжение следует... 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 с веке и себя подойти выявляется но паладин у тебя все ману то что не хилища не пойму или ты вспышками свои не понимаешь я танкодру только заливал я знаю падайте падайте нехейки что ты делаешь ты в диси нет ашки падайте ауру поменяем еще раз объясню ладно хоста хоста значит кто там сдох еще раз напомните у нас на вихрях опять на вихрях шаман какой шаман фоя или он не на ветрах я сдох и морсу сдох нас стояли вихре пока я блять кидал молитву кидал шилды прохиливал меня убило все равно нах а вот я успел прохилить шилпину тот выжил ашки ты тут значит смотри ты кидал на кого нибудь длань жертвенности а на себя божественную защиту во время появления вихрей станьте все в одну точку в квадрат до того когда 4 вихря прилетели в рейд ты должен кинуть на виби потому что он сам уязвим из всех длань жертвенности а на себя божественную защиту ты можешь это сделать или бабл или что там блять ты можешь продефать лока чтобы у него дополнительное снижение дамага было на 20% и тогда может быть у вас не будет два трупа а будет один или может быть вообще не будет ну бедите Дима а пята надо убирать все равно потому что фигурешн стоит на бездействии а когда от нас отходил ветерок он ударился от пята откинул его и пошел в другую сторону да пята я понял дело не в юнитах а дело в юнитах шаманы у шамана ттм стоят тоже на бездействии но они не ударяются там получилось так короче ударилась от пята отразилась